Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». К сожалению, весной мы любуемся не только зеленеющей травкой, но и горами мусора, который появляется из подрастающего снега. В Рязанском экологическом альянсе считают, что любоваться этим уж точно не надо. Там собираются люди действий, которые этот мусор собирает, вывозит, в общем, делают наш город чище. И сегодня у нас в гостях председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков. Евгений Вадимович, ну, несколько слов. Чем вы, в общем, занимаетесь вот в Рязанском экологическом альянсе? Ой, у нас много направлений, они все связаны с экологией, все направлены на то, чтобы нам просто комфортнее и лучше жилось, чтобы наши дети не болели, чтобы нам где-то было где погулять, чем подышать. И, в общем-то, все направления на это направлены. Так, если конспективно, есть такое направление чистое, пра, там два раза в год уже традиционно проходят такие акции, которые направлены на то, чтобы туристы и люди, которые посещают нашу жемчужину, рязанскую красивейшую реку, эту пра, не оставляли там за собой мусор. Возили все это с собой. Это делается в игровом таком варианте, призы там. Очень мощное такое направление и важное для всех, для нас – это лес. Вот, здесь мы в общественном совете участвуем, там, в законодательные моменты и привлекаем общественность к посадкам, школьные аллеи, вырасти свое дерево, школьное лесничество – это, в общем-то, отдельная тема, она достаточно сложная, непростая. И направление, одно из направлений – это вот борьба с мусором, со свалками. Нас тут вдохновила на это акция «Сделаем», она в 2008 году в Прибалтике началась, когда там люди смогли организоваться, вышли 40 тысяч волонтеров и убрали всю страну от мусора за пять часов. Это вообще фантастическая такая акция была. Ее потом начали пробовать делать в других странах, в других городах. И сейчас она уже там порядка 90 стран в мире участвует в этой акции. Вот. У нас в России, конечно, не все просто с этим. Если копнуть вглубь, сначала казалось бы, вот, давайте мы тоже так сделаем, там выйдем, все уберем. Ну, кстати говоря, зря. Сейчас очень много людей участвует, особенно в весенних субботниках. И приятно вот в том году было видеть, как город приглашал на субботники тоже в разные места. И мы приглашали. И какие-то места приезжают люди или хотят убрать. Мы говорим, ребята, не надо там чисто. То есть какая-то динамика есть, и это очень приятно. Но все-таки вы говорите, что в России сложнее, чем за рубежом. А в чем проблема? Если люди хотят... Когда ты начинаешь в этом разбираться, ну, тут несколько аспектов. Конечно, культурный момент, он есть. Мы еще недостаточно воспитаны, чтобы совесть не мучила. Вот дети уже многие гоняются за родителями и говорят, что нельзя там выбрасывать, оставлять. Вот. Но, тем не менее, мы видим на пикниках, что остается потом. Есть такой момент. Есть и момент тот, что, допустим, в Европе законодательные базы очень хорошо выставлены, в том числе штрафы. У нас штраф совершенно какой-то мизерный. Можно приехать в лес, там, вывалить газель мусора, и фактически могут наказать тебя, там, 500 рублей, там, 2 тысячи. Если тебя еще найдут после этого. Да, если еще поймали. Потому что штраф на юридическое лицо, он большой, но его фактически невозможно взять. Вот сейчас как раз готовим ряд инициатив законодательных вместе с Общественным Советом и с Областной Думой. Там один момент – это вот увеличение штрафов. Если помните, так вот, у нас же в Рязани пешеходам не уступали никогда. Да, было дело. Как только ввели штраф побольше, все, стали наслед... Ну, в течение недели ситуация перевернулась. Поэтому я все время спорю с теми скептиками, кто говорят, что вот, дело не в штрафах, надо воспитывать. Давайте и воспитывать, и штрафы сделаем нормальные, так, чтобы человек просто экономически, у кого с сознанием, там, не все в порядке, он бы подумал, а стоит мне выбрасывать, если будет штраф, там, 30 тысяч за это. Давайте вернемся к тому, что в наших с вами руках. Насколько я знаю, весна у вас – это время акций по уборке города и области. Да. И 19 апреля состоится большая уборка в Солочи. Или не только в Солочи. Нет, большая уборка – это мы... Тут у нас тезис такой. Берем место, которое вам дорого, которое вы хотите, чтобы стало чисто. У нас уже много таких групп организовалось, которые, ну, как бы у них подшефные территории. Там, кто-то в Борках убирает, там, на карьере, кто-то в Агропустыне, кто-то там в Елатьме. Много очень групп. Они... Это гражданские такие инициативы, что очень приятно. Никто никого не заставляет, нет никаких административных рычагов, поэтому мы эту уборку называем гражданской. Она еще развивает просто гражданское общество, наше сознание, наше отношение и ответственность к тому, в какой стране мы живем и в каком месте. Вот, 19 числа, пожалуйста, мы призываем всех, мы поможем с инвентарем, перчатки, пакеты, с вывозом мусора. Вот. Ваша задача подняться с дивана, собрать инициативную группу. Некоторые звонят нам, говорят, давайте мы вот тут уберем, дайте нам волонтеров. Ребят, сделайте это сами, потому что волонтеров на всех, ну, не хватает. Насколько я знаю, есть достаточно много людей, которые, наверное, хотели бы, ну, вот, не знаю, может быть, сами недостаточно инициативно. Они могут встать, подняться, куда-то поехать для того, чтобы убрать. Вот если у них появится желание 19 апреля присоединиться именно к вам, они куда-то должны подъехать в определенное время. Как вообще все это организуется? Или они куда-то должны позвонить и сказать, что мы вот хотим? 19 числа в 11 часов торговый центр «Аврора», это напротив гипермаркета «Наш». Там просто автобусом очень удобно останавливаться и найти их удобно. Вот там будут автобусы ждать, пожалуйста, так приходите, чай-плюшки с собой. Вот. Мы поедем там в Солочи, может быть, еще куда-то. Вообще все подробности можно на сайте, если в Яндексе набрать «Эра», вы на наш сайт попадете по-любому. Все подробности будут там, либо телефон 513-400, пожалуйста, звоните, мы как-то скоординируем. Кто хочет свои там какие-то места убрать, вот с 7 апреля, и дальше мы будем выдавать перчатки. Либо мы по понедельникам в МКЦ встречаемся, может, вечером после 6 туда приходить. А подобные акции у вас проводятся только весной или в летнее время тоже? Осенью еще. Осенью. А летом вы не собираетесь обычно? Летом тоже бывает, тоже субботники. Летом у нас там дендропарк будем, мы же там розы посадили, вот в песочные пионарии. Там тоже убираться надо, там деревья, какие они выжили, подсадить там. Там уже много чего сделано. В общем, работы у вас очень много, а как рабочих рук хватает, люди насколько охотно сегодня начинают бороться за экологическую ситуацию? Да не хватает, если честно. Есть какой-то круг там, ну вот максимально, что мы могли привлечь, так, в районе там 2-3 тысяч. Так всех не посчитаешь, потому что это все где-то распределено. Ну на бумажке-то там около 3 тысяч, там реально там не знаю сколько. А по каким-то, бывают какие-то субботники, там просто мы какие-то локальные организуем, там, ну, человек 15 приходит 20. Ну, мы благодарны этим людям, они проявляют свою активную гражданскую позицию какую-то. Ну что ж, я надеюсь, что после нашей передачи к вам присоединится еще некоторое количество добровольцев. И надеюсь, что 19 апреля наш город и наша область станет гораздо чище. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам. Удачи в вашем большом добром деле. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok